Это программа Актуальное интервью в студии Юрия Осипова. Здравствуйте! Вопросы ответственного обращения с животными всегда актуальны для человеческого общества. Каковы требования к содержанию домашних животных? Какую ответственность несут их владельцы? Что делать, если на вас напала собака? В какие органы можно обратиться? Об этом и о многом другом поговорим сегодня. Гостью у нас в студии Александра Шибина, заместитель природоохранного прокурора республики, советник юстиции и кандидат юридических наук. Александра Валерьевна, здравствуйте! Ну и прежде всего о том, как же должны содержаться домашние животные согласно действующему законодательству. Значит, эти вопросы у нас регулируются федеральным законом номер 498 2018 года, который кардинально поменял порядок регулирования этих правоотношений. И данным нормативно-правым актом четко определены критерии и требования, какие должны быть принципы содержания животных, что теперь все животные должны быть поставлены на учет домашние. В частности, в основном это касается кошек, собак, экзотических животных. Также граждане обязаны обеспечивать комфортное содержание этих животных. То есть не должно быть проблем с обеспечением продуктов, питанием, соответственно, чтобы животные содержались в допустимых условиях. То есть нельзя содержать домашние животные, собак, кошек на лестничных пролетах, в подвалах и иных, не предусмотренных к этим требованиям, помещениях. Также следует сказать, что граждане, которые решили все-таки завестись животными, они должны обеспечивать их должное ветеринарное обслуживание. То есть должна быть осуществлена своевременная вакцинация. Животные должны выгуливаться своевременно. И прежде всего нужно учитывать интересы граждан, которые проживают по соседству. Если граждане содержат животных в многоквартирных домах, то прежде всего должны обеспечиваться условия безопасности для соседей. То есть крупногабаритные животные должны выгуливаться только в намордниках. Не должно быть допущены факты самопроизвольного выгула животных. То есть выгул осуществляется в строго отведенных местах, определенных органами местного самоуправления. Какие виды юридической ответственности предусмотрены законодательством владельцам домашних животных, которые не придерживаются этих правил? Действующее законодательство предусматривает три вида ответственности. Это уголовная самая жесткая ответственность, административная и гражданско-правовая. Что касается первого вида ответственности, уголовной ответственности, то у нас действует состав преступления, предусмотренный статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, который предусматривает ответственность за жестокое обращение с животным, в результате которого был причинен существенный вред здоровью животного умышленными действиями, сопряженными с хулиганскими побуждениями либо какими-то иными насильственными действиями, которые повлекли утрату здоровья животного, а также гибель. И санкции по данной статье предусмотрены у нас до 300 тысяч рублей штраф и до пяти лет лишения свободы. Что касается административной ответственности, то она у нас определена двумя уровнями правового регулирования, как на федеральном, так и на региональном уровне. В частности, у нас Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает два состава нарушений. Это статьи 8.52 и 8.54. То есть ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных, а также ненадлежащее содержание животных владельцами приютов. Ответственность предусмотрена в виде штрафов в основном. Максимальный штраф до 200 тысяч рублей. Что касается административной ответственности на региональном уровне, в частности, у нас Кодекс Республики Саха-Якутия об административных правонарушениях предусматривает три состава. Это 5.2, 5.3 и 5.4. Это нарушения, связанные с ненадлежащей регистрацией животного, а также нарушения порядка содержания животных. Предусматриваются также штрафные санкции до 40 тысяч рублей. И гражданская правовая ответственность, она в основном касается имущественного характера. И то есть когда животное причинило какой-то имущественный вред, либо причинило ущерб здоровью гражданина, а также в этот вид ответственности входит возможность возмещения морального ущерба. Если, например, на гражданина напала собака хозяйская, то, соответственно, имущественный и моральный вред подлежат возмещению. То есть собака у нас или домашнее животное рассматриваются как имущество. И, соответственно, владелец этого имущества должен обеспечивать надлежащее соблюдение требований, чтобы это имущество не причиняло вред другим субъектам правоотношений. И, соответственно, также если гражданин, например, владелец собаки не обеспечивает должного ухода за животным, то предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации возможность выкупа такой особи. Если, например, сосед увидит, что человек, ненадлежащий, содержит животное, совершает в отношении него побои, то он может обратиться в суд с требованием о выкупе этого животного. Вы сказали о том, что грозит владельцу собаки, если его животное нападет на человека. А что делать человеку, что ему необходимо предпринимать, на которого эта собака напала? Прежде всего необходимо обратиться в медицинское учреждение для свидетельствования, то есть чтобы установить степень вреда, причиненного здоровью. Также необходимо будет получить необходимые процедуры по вакцинации, поскольку животные являются распространителями опасных инфекций, поэтому обязательно должны быть проведены соответствующие мероприятия. Кроме того, если причинен вред имуществу, повреждена одежда, какие-то сумки или телефоны, какое-то иное имущество, то, соответственно, это тоже нужно все зафиксировать и определить размер причиненного ущерба. И уже в зависимости от источника причинения вреда, то есть в зависимости от того, чья это собака, хозяйская либо безнадзорная, то от этого будет зависеть уровень ответственности, то есть кто будет осуществлять возмещение имущественного вреда и морального. То есть если это безнадзорное животное, то ответственность возлагается на органы местного самоуправления, поскольку это переданные полномочия региональные на уровень органов местного самоуправления. Совсем недавно была новость о том, что в дом к жителям Якутска пришла лиса. Как оказалось, она была домашняя, так как была с ошейником. Ее сдали в зоопарк. Какие ограничения налагаются на владельцев животных и каких животных нельзя содержать? Насколько мне известно, диких животных нельзя содержать в домашних условиях. Да, у нас есть специальное постановление правительства Российской Федерации, которое четко определяет перечень животных, которые запрещены к содержанию в домашних условиях. Это змеи, различные виды скорпионов, паукообразные особи, китообразные тюлени, морские львы, ящеры, ягуары, снежные барсы, и иные, естественно, дикие животные, которые неприемлемо содержать в домашних условиях. Ну и одна из проблем Якутска – это безнадзорные животные. Как у нас организована работа в республике в целом по содержанию безнадзорных животных? В целом у нас работа, конечно, выстроена, но имеются достаточно серьезные проблемы. В частности, вот у нас не хватает приютов в республике. Всего у нас сейчас функционирует 16 приютов. Из них 5 по мерам прокурорского реагирования были созданы в 2023 году. В частности, вот в Аннабарском районе был построен приют по требованию и по актам прокурорского реагирования стоимостью более 7 миллионов рублей. Он уже введен в эксплуатацию. Работа в этом направлении у нас продолжается. Главная проблема в том, что у нас животные становятся агрессивными в условиях наших климатических природных компонентов, поскольку у нас проблемы с питанием этих животных возникают. И в связи с этим агрессивность у них увеличивается. В связи с чем многими муниципалитетами принимается решение о запрете выпуска животных в холодное время года на улицу. То есть, если у нас закон 498 предусматривает отлов, вакцинацию, маркировку и выпуск среды обитания, то у нас в условиях Крайнего Севера эта практика очень проблематична, поскольку животное, если мы выпускаем его на лютый мороз, соответственно, говорить о гуманном отношении и ответственном тоже очень сложно, поскольку животное тут же может замерзнуть в отсутствии кормовой базы. В связи с чем, как я уже сказала, муниципалитеты принимают решение о содержании таких животных до наступления положительных температур. Вот что влияет на рост количества животных без владельцев? Безответственное отношение людей к животным. Наши люди берут животных на время дачного сезона, и потом, когда уже наступает холода, люди не готовы перевозить это животное из дачи к себе в квартиру, в связи с чем животное остается брошенным на произвол судьбы в отсутствии должного обеспечения, что также рассматривается и является признаком жестокого обращения с животным. То есть нельзя животное взять, попользоваться им какое-то время, а потом просто оставить на даче, либо выпустить просто в среду обитания. Такие факты можно рассматривать, в том числе и под признанной уголовно-правовой оценки. То есть это ненадлежащее и безответственное отношение. И пока в менталитете нашего населения будут содержаться такие возможности, таких неправомерных действий, то мы проблему с безнадзорными животными никогда не победим, поскольку многие граждане в отсутствии самосознания и требований законодательства не регистрируют взятых животных, не маркируют их, не проводят никакие ветеринарные процедуры и потом просто избавляются их путем подбрасывания в подъезды, либо выбрасывания вообще на улицу. И очень много ежедневно у нас службами муниципальных органов устанавливается фактов поддержа таких животных, что также является недопустимым. Что ж, спасибо большое, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует...